Редьярд Сухов Еще вопрос. Внутри гипотетического шланга, абсолютно герметичного, есть пространство. Изгибая шланг, находясь в изоляции от внешнего мира, мы прогнем пространство внутри шланга? Прогнем ли мы пространство внутри шланга герметично запаянного? Что мы изгибаем внутри шланга? Вот мы гнем шланг, шланг это материальный объект, вот мы гнем шланг, это кусок материи, в нем есть полость. Будет ли изгибаться само пространство, если мы будем изгибать некую полость? Само пространство от этого изогнуться не может. Вот смотрите, мы, допустим, взяли вот так вот штангенциркуль большой, разместили здесь шланг и гнем шланг. Со штангенциркулем что-то случится, который замеряет этот метр пространства, в котором находится шланг, ничего не случится. Если внутри шланга мы будем проводить эксперименты, допустим, вот как падает горошина внутри шланга, она также будет падать, как она падала раньше. Все физические процессы будут проходить точно так же, как проходили раньше, да, без шланга. Просто это будет в маленьком каком-то объеме. Ничего не изменится, и даже гипотетически оно не могло измениться от этого изгибания шланга, потому что просто изгибается место. Часть пространства, выделенная объектом, не более того, это контур изменяется, это не само свойство пространства изменяется, изгибается. По идее, все куда-то расталкивается, расталкивается, и мы должны постепенно, может быть медленно и для нас незаметно, но все-таки разлетаться в разные стороны. Учитывая, что пространство бесконечное, вот куда-то должны мы разлетаться постепенно. Хороший вопрос, но просто надо вспомнить, что оттуда, куда вы разлетаетесь, на вас разлетается тоже что-то, потому что там тоже что-то отталкивается. То есть совокупно, когда весь объем у вас равномерно заполнен, уже на вас ничто не расталкивается. Все успокоилось и находится примерно вот в этом ковре галактики, который посуетился, посуетился. Есть какие-то частные перемещения внутри. Но в целом уже все вот так вот почти зависло, что-то где-то перемещается, находится в равновесии, в силовом равновесии. Ты разделил все пространство на кубы равные. Вот оно у тебя заполнено кубами. И если ты одновременно в каждый куб забросил равное количество материи, что произойдет? Ты получишь успокоенную систему. Это понятно, но при этом кубы должны быть ограничены, то есть не может быть какого-то... Нет, 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 нет. Какая разница? Ты вообще, они у тебя не ограничены, у тебя открыты. Просто чисто наброски, пунктиром ты их провел в пространстве, не замкнутые кубы. Ты просто знаешь, что здесь есть какое-то место, вот кубик, все. И ты туда бросил одновременно по 148 горошин в каждой куб, и что, все, нормально. Там же есть тело, а тело создает силы. Это силы отталкивания, оно является как стенкой, помогающей тебе мыслить. Просто очень сложно человеческому мозгу не представить, что нет какой-то, ну, так скажем, крайней частицы вот этой горошины, которая... Действительно, на протяжении всей жизни мы общались, имели опыт взаимодействия с конечными предметами, объектами. Мы нигде не сталкивались с чем-то бесконечным формально, и то же пространство мы не воспринимаем бесконечным, вот в силу этого причины, что есть изъеданная область пространства, но для нас она всегда какая-то маленькая. Вот мы по поверхности Земли поползли, и все, это изъеданная область. Ну, а формально она не может быть ограничена, нет таких свойств ограничения. Иван Шапкеев, вам же объясняли, геодезические линии искривились. Что имеет в виду человек? Во-первых, ну, сразу скажу, что это бред, слабоумие, это в порыве ярости придумал один из сторонников теории относительности, вот в общении уже непосредственно с нами, до того это вообще нигде не встречалось, что геодезические линии погнулись. То есть, вот кроме одного дурачка и армии его сторонников, вот эту точку зрения про геодезические линии, что они погнулись у пространства, ее никто не разделяет. Вот. А в чем глупость в вашей точке зрения? Махровая слабоумность этой точки зрения. Вот наше пространство не состоит из геодезических линий. Геодезическая линия, это вот на шаре прокорябанная, там обозначенная кривая. Вот эта кривая, она уже погнута, она не является никакой прямой, она не является составной частью пространства. Вот есть пространство, есть объекты в пространстве, и есть накорябанная млекопитающая линия. Так вот, из накорябанной млекопитающей линии наше пространство не состоит. Вот как бы оно ни старалось, как бы оно ни хотело млекопитающее, но это просто линия, проведенная на объекте в пространстве. Наше пространство вот из таких линий не состоит. Поэтому у пространства не могут погнуться геодезические, чисто технические. Вот и всё. То есть, ваша точка зрения не состоятельна. Вам уже это объясняли многократно. Вы это понять не можете, поэтому с сочувствием к вам относимся. Далее, Blackfish. Если погнуть линейку головы бобра, можно убедиться, что пространство не погнулось. Ну, вот один из экспериментов, доказывающий. Пространство – это нематериальный, бесконечный, трёхмерный объём. В комментариях такое пояснение, что такое пространство. Не совсем корректно, но в принципе, в определениях не обозначают, что это нематериальные свойства объекта. Просто обозначают, что это. А свойства не доказываются отдельно. Но можно обозначать пространство – это бесконечный трёхмерный объём. Вполне себе такое простое, неканоническое определение пространства. Пространство – это бесконечный трёхмерный объём. Вполне себе можно пользоваться, рекомендую. Для объяснения, в простом смысле, людям очень даже приемлемая версия. Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял – это умного проблема. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше. Мер изменился к лучшему. Лучше скопировать чужие слова и сказать, что ты думаешь, так же, чем придумывать новые, и всех учить заново понимать тебя. Последнее предложение принадлежит мне, а не Жванецкому. Че-йорк побери. Поднял настроение немножко. Вспомнили Жванецкого. Желаю вам, Андрюха Грач, желаю вам, наконец, в студии встретить настоящего релятивиста. И пусть он не сбежит, а он сидит минут 45. И пусть под действием логики его мозг начнет трескаться. Очень было бы, кстати, если бы он еще остался после этого джентльменом. Очень-очень трудно рассуждать с релятивистами. Это похоже на общение с иноземной цивилизацией рептилоидов попросту д*** ящеров. Андрюха Грач. Виктору много раз писали такое утверждение, и в части является несостоятельным, и по такой причине. Просто Виктор предпочитает игнорировать критические замечания, поданные в любой форме. Если эти замечания действительно по делу, и от них так просто не отмахнуться. Ему нравится создавать впечатление, будто бы он ни разу не получал такую критику. Ребятки, я ни разу не получал такую критику. Попытки были. Побришки очень старались. Вот они начнут такое. Такое-то утверждение в части, такое-то является несостоятельным по причине... Хрю, му, пш... Все. Сдуваются, но не могут договорить. Или договаривают, ну, не связанное что-то. Например, такое-то впечатление, такое-то утверждение неверно, потому что дур такое впечатление. А все, содержательная часть отсутствует. Пожалуйста, вот, ребятки, камон, если у кого-то есть, вот, может, по какому-то тезису, может, это создать, такую фразу, пожалуйста, заходите в студию, давайте, вот, найдем эту фразу, будем, ее напишем на транспаранте, пока Катючек ее не прочитает и не ответит. Добьемся, ну, что, я готов, я сразу же отвечу, пожалуйста. Просто вы либо берете какую-то фразу не мою, сами какую-то ерунду такую выдумаете и расскажете. Такое-то утверждение, не Катючека, является неверным по такой-то причине. И приписывайте это мне. Мое утверждение какое-нибудь возьмите. Вы его там из монографии. И, пожалуйста, рассуждайте. Вы не можете, у вас нету этого. У вас даже по оговоркам, вот, за все это время, вот, сколько я, десяток лет больше этим занимаюсь, да, я уже наговорил столько, что давно бы уже у меня там можно было что-то найти. У меня даже оговорок не набирается, за которые можно кусать. Ну, там какие-то незначительно там что-то оговорился. Все. У вас даже вообще нет материала, с чем работать, кроме ваших диких фантазий. Все, что мы даем, оно состоятельно, оно безупречно. Если мы сказали, что верна гравитация по Ломоносову, это факт. Если мы сказали, что это доказано, вот, формулами, это факт. И так далее. Все, что мы сказали, это достоверно. Вопросы риторические, видимо. Ну, в принципе, надо над этим работать. Никто не запрещает, любой автор может сделать исходный материал. Мы поддержим выпуск этого материала. Как бы без проблем занимайтесь. Иллюстрации требуются, содержание требуется. Алексей. У Катюшика средний вектор перемещения вещества изменяется метрами, а импульс изменяется в килограммах в метр в секунду. В физике уже есть термин совокупный импульс, значение которого все знают. Зачем придумывать неведомую хрень в средний вектор перемещения масс? Этот вектор обозначен, вот, в Википедию он обозначен в справочной литературе. Вектор перемещения масс. Что такое средний, тоже известно. То есть, Алексей, ваша претензия, она несостоятельна. Непосредственно вас, Алексей, вот вы многие года пишете вот такое содержание посты, приглашаю вас на беседу очную. У вас масса претензий. Вот вас прям вот... Вы всегда с чем-то не согласны, вам кажется, что где-то что-то неправильно. Давайте выйдите в эфир, пожалуйста, Алексей. Расскажите нам, что неправильно, где неправильно. Обсудим, поймем. Или у меня неправильно, либо вы там не сосредоточились, ошиблись, не так поняли. Алексей, приглашаю вас на беседу. Просто комментарии оставьте, по какому там email, адресу с вами связаться. И мы побеседуем. Ну, невозможно, столько много комментариев пишите, наверное, действительно с чем-то не согласны. Давайте ждем, Алексей. Ну, нулевой вектор, да, средний вектор перемещения масс. Это нулевой, это вектор, значение которого равно нулю, кстати. Вот значение вектора равно нулю. Вот мы связали систему с нулевым вектором, со средним перемещением. Требовать размерность от нулевой величины бессмысленно. Ноль, размерность какую имеет? Ну, перемещение было в метрах, да? Ну, требовать за какое время или какой длины, какой длины ноль или за какое время ноль. Тоже бессмысленно. Это вот еще один повод не цепляться к выбору системы отчета. Вообще, вот первый раз такую странность вижу, чтобы люди прицепились к системе отчета и требовали от нее что-то. За какое время систему отчета, скажи, что такое средний, скажи, что такое вектор перемещения. Ну, это надежды на что это. Вот просто бедняги, у них вот информация, которую мы даем, она не умещается в мозг. У них, ну не может быть, я до последнего не верю, что это правда. И вот он воюет. Не верю, не верю. Он уверовал вот эту безграмотную бретаноидную физическую концепцию. И вот когда ему говорят что-то не по-британски, он нервничает. И готов цепляться уже за слова, за слово средний готовы цепляться, за что угодно. Лишь бы не соглашаться. А Баба-Яга против. Вот роль нуля среди векторов играет нулевой вектор, у которого начало и конец совпадают. Правильно. В системе вектор равен нулю. Покоится. То есть по барабану сколько метров, какая размерность. Правильно. В первоначальной версии кварковой модели считалось, и до сих пор часто говорят, что протон состоит из трех кварков. Двух верхний и одного нижнего. Хотя это так называемая наивная кварковая модель и позволяет неплохо описать некоторые свойства протона. Так отношение магнитных моментов протона и нейтрона получается так, что близко соответствует экспериментальному значению. На самом деле она не совсем правильна. В действительности протон содержит кроме этих трех валентных кварков множество глюонов и антикварковых пар, так называемых морских кварков. Согласно данным, полученных в экспериментах, по глубоко неупругому рассеиванию, лишь около 40% импульса протона приходится на валентные кварки и 50% на глюонные, и 10% на морские кварки. Смысл в чем? Вот была одна версия протона. Они пожили с этой версией. Раз, отказались от этой версии. Предыдущую назвали наивной, выдали другую. И вот это вот путешествие от одной версии до другой, до третьей. То есть, когда бы мы не спросили вот этого товарища физика среднестатистического, он готов драться. И на том заблуждении, на предыдущем был готов драться за эту модель, на следующем готов фанатично драться за эту модель. И сейчас, на современном, он готов фанатично драться за эту модель. То есть, это вот такая неадекватность, это воинствующее невежество, когда люди не понимают статуса информации, но готовы за нее драться. Это уровень науки сейчас, в 21 веке, когда какие-то простые элементарные вещи отрицаются из-за, как же не соответствует вот этой теории, или вот этой, из-за гипотез. Из-за гипотез. И все такое воинствующее невежество. Иметь не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Милит Аркатюшев. Телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»